Еще один вопрос, который задают часто, а что нам нужно праздновать или исполнять? Посты, праздники, как относиться, какие есть предписания, как это все исполнять? Я буду говорить опять-таки с позиции еврея, еврея, верующего в Ешуа, живущего в Израиле. И, наверное, людям, которые живут в другой среде, возможно, есть нужда какие-то вещи переосмыслить. Во-первых, есть чисто библейские праздники, еврейские, библейские, которые описаны в священных писаниях. Это и Песах, это и Шавуот, и все, что вокруг Песаха. Это Йом-Кипур, Роша-Шана, это Суккот. Это вещи, которые прописаны в священных писаниях. И, ну, как бы есть такие три Моэда, Песах, Шавуот и Суккот. Но, опять-таки, повторюсь, вокруг них есть еще какие-то небольшие однодневные праздники, которые, по моему пониманию, вообще человек, ну, вот, понимает, не понимает, нужно их соблюдать в плане подчинения воле Господа Бога. Потом нужно пойти немножко глубже и попытаться понять, что они значат. То есть, это уже более грамотный подход, когда я подхожу к Йом-Кипуру и понимаю суть этого праздника. Я не просто пощусь и не просто повторяю какие-то молитвы, которые кто-то повторяет. Я, по крайней мере, должен понять историческую подоплеку этого праздника. Или Роша-Шана, или, точнее, его правильно назвать в библейском формате Хага-Труа, праздник Тру. Или понять Песах, что Песах – это не просто какой-то день, когда едят, или неделя, когда едят Мацу. Это символы выхода из Египта, это символ освобождения, это символ, когда, да, люди едят Мацу, и почему они едят. Это также понимание праздника первых плодов, которые все начинаются в ту пасхальную неделю. И важно копнуть глубже, чтобы понять наполнение. Следующим шагом – это уже какая-то традиция, схема, для чего она, понять ее. Думаю, она полезна. И раньше, мои первые годы в Израиле, мы с трудом, прибывшие из бывшего СССР, с антирелигиозной такой среды, вдруг Песах. Есть целая вещь, нужно дом вымыть, нужно очистить от хамца, от квасного угла кухни. Но есть целый ряд вещей, можно это делать на автомате, как туку, как попугай. А можно понять, что ты делаешь. И, разумеется, внешняя атрибутика намного менее важна, чем то, что ты производишь в своем сердце, когда ты к этому дню относишься. Думаю, важно понимать библейские праздники, важно их исполнять. Но очень важно включать желание и веру. Теперь, есть дополнительные праздники в каждой культуре. В Израиле это Ханука, в Израиле это Пурим. В каких-нибудь славянских или американских, или других странах, там есть свои национальные вещи. Как к ним относиться? Если это не антибожественный праздник, если этот праздник не характеризует что-то нечистое, то еще одно торжество, еще раз ты встречаешься с семьей, даже благодаришь Господа Бога, допустим, праздник независимости той или другой страны. Я считаю это здорово. Для меня, допустим, до сегодняшнего дня, у меня нет однозначного ответа 8 марта. То есть, ну как бы хочется поздравлять женщин, и женщина достойна поздравления. Но если мы вспомним предысторию этого праздника, что это был выход возмущенных феминисток, и возможно даже проституток по улицам Германии, когда там они пытались доказать какие-то свои вещи. Я не знаю, с чем такой праздник до сегодняшнего дня скушать. Некоторые поздравляют, некоторые избегают этого дня. Ну вот так, или вот в бывшем СССР, многие из нас служили в армии 23 февраля. И тут появляется пост армия насильников, рассказывая про победу, завоевание Германии, про все те бесчинства. Как отнестись к этому? Я думаю, здесь каждый человек должен дать ответ в соответствии со своей совестью. Для меня некоторые вещи сегодня доприемлемы, которые были неприемлемы раньше, а некоторые неприемлемы, хоть раньше я к этому относился достаточно сносно. Но это не конкурирует ни в коей мере с теми библейскими стандартными праздниками, которые свято даны нам, да и амены, исполняющие их, исполняют волю Бога. Редактор субтитров А.Семкин